Что же мы видим, когда смотрим в небо? Сегодня над этим вопросом должен задуматься, наверное, каждый. Ведь 19 июня отмечается Международный день наблюдения за облаками. Впервые за облаками начали наблюдать в 18 веке с воздушных шаров. У нас воздушных шаров, конечно же, нет. Но чтобы полюбоваться пушистыми барашками, этого и не требуется. Достаточно просто поднять голову. Для Александры Пишун это не просто хобби. Она знает об облаках всё. Оказывается, неприятности нам доставляют облака вертикального развития. И как раз-таки из облаков вертикального развития выпадают ливневые осадки и грозы. Мы можем наблюдать. Облака бывают самыми разными. Перистые, слоистые, кучевые. И это ещё не всё. Наблюдая за их поведением, предсказать погоду для Александры не представляет труда. Это слоистые облака, слоисто-кучевые облака. Эти облака характерны тем, что возможны умеренные осадки. Я думаю, что динамика этих облаков, они перерастут в слоисто-кучевые облака, из которых, думаю, что ночью возможен дождь. Если светит солнце, а небо задёрнуто лёгкими перьями облаков, хорошей погоды ждать не стоит. Ведь это предвестники холодного фронта. Синоптики в такие дни обещают скорые, но кратковременные осадки. А какие интересные факты и приметы знают уссурийцы? Облака плывут к высокой, так, хорошей погоде. Облака встречаются на других планетах, например, на Юпитере. Среднее по размеру облака весит около 10 тонн. Наверное, каждый хоть раз в жизни наблюдал за облаками. А ведь это не только красиво, но и полезно. Взрослые, смотря на медленно плывущие кудряшки, успокаиваются после трудного дня. А малыши развивают своё воображение, когда в бегущих тучках угадывают цветы, кораблики и лошадок. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс